Каждую пятницу мы стараемся напомнить о самых важных аспектах жизни верующих. Сегодня мы поговорим о детях. Одной из главных задач семьи является вырастить праведное потомство. Дети являются аманатом, веренным родителям. Однако век так называемой цивилизации мы часто сталкиваемся с тем, что мусульмане, даже праведные мусульмане, пытаются максимально ограничить рождение детей. Пророк Мухаммад, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Женитесь на любящих и рожающих, поистине, я буду гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами». В этом хадисе пророк Мухаммад, салли Аллаху алейхи вассалям, призывает заводить побольше детей. От Анаса, да будет доволен им Всевышний, передается, «Однажды, когда к нам пришел посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, моя мать попросила его, чтобы он обратился за меня с мольбой к Аллаху. И он призвал для меня все благо, и в конце своей мольбы сказал, «О Аллах, увеличь его имущество и детей, и даруй ему благодать в этом». И Анас сказал, «Клянусь Аллахом, мое имущество большое, и поистине численность моих детей и внуков сегодня около ста». Нужно также отметить, что просить Всевышнего о благом потомстве является сунной всех пророков. Всевышний Аллах сообщил о том, что пророк Ибрагим, мир ему, взывал к нему с такой мольбой, «Господь мой, даруй мне потомство из числа праведников». А пророк Закария, мир ему, обращался к Аллаху со следующей мольбой, «Господь мой, одари меня прекрасным потомством от себя, ведь воистине ты внимаешь в мольбе». В контексте хадиса пророка Мухаммада о необходимости заводить как можно больше детей, примечательным является история рождения девятерых детей у Халима Сесе из Мали, которым в этом месяце исполнился год. Все дети оказались здоровыми, что доказало тем, у кого есть фобии, о необходимости избавиться от них и смело воспользоваться милостью Всевышнего. Отец детей, Абдал Кадер Арби, с гордостью рассказывает о них. «Сейчас все они уже ползают, а некоторые умеют сидеть и даже ходят, если за что-то держатся. Да, это нелегко, но это так здорово, когда мы смотрим на наших детей в добром здравии, мы забываем об усталости». Дети Абдал Кадера и Халимы попали в книгу рекордов Гиннесса как самая большая группа близнецов, выживших после родов. По словам отца, у каждого ребенка уже проявляется свой характер. «Они все очень разные. Одни очень тихие, другие много шумят или плачут. Кому-то хочется, чтобы его все время держали на руках. В общем, они сильно отличаются друг от друга, что, конечно же, совершенно нормально». В связи с вышесказанным нужно напомнить и о том, что каждый ребенок рождается со своим рысхом – пропитанием. Это никак не отягощает экономическое положение семьи, а даже напротив, каждый ребенок своим появлением приносит в семье особую благодать. Всевышний в Коране говорит «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех». Всевышний Аллах также говорит «На небе находится ваш удел и то, что вам обещано. Клянусь Господом неба и земли, что это является истиной, подобно тому, что вы обладаете даром речи». Выше приведенные аяты и хадисы напоминают верующим о том, что их жены и дети имеют свой удел, и что никто никого не кормит их со своего рысха. Да благословит Всевышний Аллах нас и наши семьи своей безграничной милостью и щедростью. Да поможет Всевышний Аллах нам воспитать детей и внуков в благодати священного Корана и сонны достопочтимого пророка Мухаммада. Саляллаху алейхи вассалям. Пусть мы и наши потомки станут достойными представителями умы заключительного Божьего посланника. Аминь. Мира вам и вашим близким. Милости Всевышнего и его благословения. Приблизьтесь к милости и довольству Аллаха. Местная исламская религиозная организация Северо-Восточного административного округа города Москвы Ихсан и Центр исламской культуры и образования имени Шагабуддина Марджани приглашают всех желающих на курсы по основам ислама. Вы обретете новые знания и уникальную возможность получить ответы на все интересующие вопросы. Есть возможность раздельного обучения для мужчин и женщин. Более подробная информация на сайте ихсан.москва, а также по указанным телефонам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok